МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого. Программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Тема эфира сегодня – «Куда исчезают дети?». Это далеко не все фотографии пропавших детей в Украине. Каждый год таких случаев более 8 тысяч. А это Валя Кушнир. На фото ей 10 лет. Четыре года назад девочка пошла в сельский магазин и домой уже не вернулась. Родные Валюши уверены – она жива. Я надеюсь, веру и с душу она повернется в дом. Свою дочь Татьяна Минжерес ждала долгих 10 лет. Четырехлетняя Оля посреди белого дня пропала на Киевском вокзале. Каждый день я ее ждала. Понимаете, каждый божий день. Оля вернулась домой. И сегодня она готова откровенно рассказать, как и с кем жила эти годы. Мы жили в подвале. Мы туда приходили рано утром. Поздно ночью приходили и уходили рано утром, чтобы меня не видели. Что делать, когда пропал ребенок? В студии «Касается каждого» мы попытаемся выяснить, куда исчезают наши дети. Сегодня в нашей студии Татьяна Минжерес. Свою дочь она искала долгих 10 лет. Встречайте. Здравствуйте. Моя вера в то, чтобы ребенок найдется, вернула мне мою дочь. Я оказалась счастлива. Давайте вспомним тот день, когда исчезла ваша дочь. Как это случилось? Расскажите. Муж с ребенком собрались ехать к своей матери. Я на тот момент работала на сенном базаре и ехать с ними не могла, потому что это было перед 8 марта, естественно, сами понимаете, когда вся страна торговала. Но они поехали, они опоздали на определенную электричку, и до следующей было еще полтора часа. Они зашли в зал ожидания на первом этаже. Муж захотел в туалет. Естественно, он девочку с собой в этот вокзальный туалет взять просто не смог. Он оставил ее на женщину. И когда он пришел, сумки стояли, игрушки лежали, а девочки не было. Он только успел мне на пейджер, Оли нет. Я с сенного базара, наверное, до вокзала прибежала за 10 минут. Мы объявляли по радио, я бегала везде. Сколько лет тогда было Оли? 4,5 года. Расскажите, какие меры вы тогда предприняли, когда поняли, что вы потеряли дочь? Я нанимала частных детективов, которые меня благополучно обманывали. Ездила сама в электричках в разные направления, спрашивала людей. С бомжами общалась, с попрошайками. Обращалась даже к тем людям, от имени которого волосы дыбом встают у людей. Но тем не менее, они мне помогали. Кого вы имеете в виду? Ну, авторитеты, которые тогда курировали вокзал. Я с ними лично разговаривала. Но когда мне сказали в милиции, когда я пришла, что мое разыскное дело отправили по месту прописки, то есть Згуровский район, Киевская область. Конечно, я поняла, что на этом дело можно закрыть. Что никто их ехать из Згуровки искать не будет, это раз. А второе, что вообще этим никто не занимается. Ну и начинались уже поиски, жди меня программа. То есть все, что можно. Интернета тогда не было, мобильных телефонов не было. Расклеивали объявления, что спрашивали людей. Но вот все вот эти шаги, которые вы предпринимали, вы стучались во все двери. Хоть какие-то результаты были, хоть какой-то свидетель может быть, хоть какая-то зацепочка, ниточка, что-то. Никого. Это было утро, людей было мало в царе. Татьяна, 9 лет вы ждали возвращения своей дочери. Неужели все эти 9 лет вы знали, вы чувствовали, что она жива? Первые 2 недели у меня еще не было осознания того, что, ну примерно 2 недели, того, что ребенок пропал. Моталась я, искала все. Муж стал сильно пить. Для него это вообще был удар. У меня второй брак, у него это единственный ребенок. Он полностью считал, что это его вина? Конечно. Хотя я не считала, что это я виновата. Не надо было их вдвоем отпускать. У меня была приятельница и есть Дина. Она когда-то в доме ученых была, там, в секции вот этих вот экстрасенсов, как теперь говорят. Я ее попросила, может быть, ты спросишь, вот что. Она очень хорошо знала моего ребенка. Мол, экстрасенсы сказали, что ты найдешь своего ребенка, но не скоро. Она меня, возможно, и обманула. Тем не менее... Это именно те слова были, которые мне были необходимы на тот момент. Ваш муж Александр, вы сказали, что для него это единственная дочь. Да, его это у нас общий ребенок. Ваш общий ребенок. Как ваши отношения складывались с ним все эти 9 лет, пока не было дочери? Мы ждали. Я покупала вещи. Вы ей покупали вещи? Игрушки, конечно. На каждый год, на каждый день рождения я покупала игрушки. Когда она пришла, у нас, наверное, на два детских сада было игрушек по всем диванам и везде. А муж верил, что дочь жива? Вы знаете, мы этой темы не касались. Единственная у нас была тема, если мы говорили о чем-то таком глобальном, то вот найдется Оля, мы там поедем отдыхать, вот найдется Оля, там сделаем то-то, понимаете, что-то глобальное такое. А так мы этой темы не касались. Эта тема у нас была закрыта. То есть вот Оля должна найти. Каждый день это было ожидание, что вот позвонят и скажут, вот. Когда уже ей было где-то лет 8-9, я уже думала, вот она уже знает свой адрес, фамилию и имя. Она уже сама может там, если ее кто-то удерживает насильно, вырваться. Я даже предположить не могла, что ребенок ничего не помнит. Ни имени, ни фамилии. То есть полностью отрезала ей все, понимаете? Татьяна, скажите, люди, которые были вокруг вас, они не считали, что вы, возможно, одержимы, что вы, возможно, простите, ну, вот. Ну, вы знаете, с теми людьми, которые как-то скептически относились к этому, я просто прекратила общение всякое. Ну, что меня это, ну, не то, что раздражало, мне не нужно было просто это. А те, кто меня знали хорошо, и, то есть, наоборот, это нормально, если мать ждет своего ребенка. Это просто защитная реакция родителей, которые верили и надеялись на то, что их ребенок жив, и он вернется в семью. И тяжело говорить, нормально это или нет, но это помогало им справиться с этой бедой, это помогало им верить, и поэтому это могло быть, если оно их поддерживало в этой вере. Татьяна, ваш муж Александр видел вашу дочь в тот день последним. Сегодня он приехал к нам в студию, давайте пообщаемся с Александром. Александр, вспомните, пожалуйста, тот день, когда вы узнали, что ваша дочь жива. Как лично для вас прошли все эти долгие 9 лет, пока не было вашей... Вот вы тогда отлучились, вы оставили вашу дочь с женщиной, с незнакомой женщиной. Ну, приличная женщина. Пожила приличная женщина. Сколько вас не было? Ну, может, минут около 15-20, где-то так. Вы были трезвы, когда ушли? Да, абсолютно. Итак, вы вернулись через 15 минут, и что вы увидели? Вижу сумки стоять, а женщины и Оли нет. Я подумал, что, может, женщина уехала, а Оля куда-то отошла. В вокзале бегал вдовшую поперек, а Оли нет. Как можно 4-летнюю дитину залишить на чужую людину в великом городе? Лариса Зуб, начальник криминальной милиции по делам детей города Киева. Какие основные причины уничтожения детей? Бывает провин на детей. Бывает так, что детей, например, вошли на пазар и не смотрели, а девочка или парень в толпе заховался. Бывают конфликты. Но, как правило, дети из нормальных семей не втекают. Суспельство, взагалі, при расшуку детей, дуже байдуже. И, когда, например, в ситуации, чи уже смерть дитини, чи зникла дитина, мы опитываемо сусидов, усі чули, что дитина плакала, усі чули, что дитина бачила ее голодною. Але чомусь никто не зреагував на это, не телефонував ни до милиции, ни до службы в справах детей. Буквально в прошлом году в Венецкой области так же мама оставила бабушке в селе ребенка трехлетнего. Он от нее сбежал, пока она была на огороде. Выехал на трассу на трехколесном велосипеде. Четыре полосы, посередине, по разделительной полосе. Он проехал четыре километра. Все эти люди. И никто не остановился. Никто не остановился. Пока гаишник не остановился, не остановил движение, не забрал этого ребенка, не начал звонить в милицию и так далее. Вот вам и пожалуйста. Побезло, что кто-то обратил внимание. Александр, Татьяна, за эти девять лет, насколько изменилась ваша дочь? Вот если бы вы шли по улице и ее встретили, вы бы ее узнали? Да. Да. У нас детские фотографии не изменилось. В каком состоянии вы увидели вашу дочь? Во-первых, она ничего не помнила и никого. Начнем с этого. Я не знаю, как надо было организовать ту встречу. Возможно, это прецедента не было. Это первые разы. Как-то оно так все скомканно получилось. Но ребенок ни меня не узнавал, ни бабушку на фотографии. Он не помнил ни своего имени, ни своей фамилии. Вообще ничего, что связывало его с прошлой жизнью. Значит, естественно, ребенка нам никто не отдал, потому что ребенок... А желающих на нее, как оказалось, было очень много. Нам пришлось делать ДНК-экспертизу. То есть, чтобы доказать свое материнство. Это растянулось еще на чуть больше года. Потом через суд признавать ребенка нашим. Она умела читать, писать? Конечно. Ходила ли она в школу? Да. Конечно. Да. То есть, это время все... Кто-то ею занимался? Ну, она же в приюте была все это время. О жизни до приюта. Что она рассказывала вам? Ну, что они ходили в церковь, обедали там. Она с кем? Кто они? С этой старухой. Это та же старуха, которая увела ее с вокзала? Да, естественно. Она единственная и была. Никого больше не было. Я даже ночью могла проснуться, и мне казалось, что моему ребенку холодно, его кто-то обижает. А, естественно, так и было, живя в подвале там. И эта старуха, несмотря на то, что она ее там учила бальным танцам, там, и музыке... Может быть, эта женщина какие-то свои амбиции... Нерешенные там в каком-то возрасте. Решила за счет моего ребенка. Возможно, соседи по дому, где они жили в подвале, говорили, что у нее муж ушел плавание, не вернулся, с сыном что-то случилось. Возможно, но она немножко, конечно, помешалась головой. А вот этот дом, в котором был подвал, да, и там, где держали детей, что из соседей никто не видел, что там какие-то дети... Это вы, это центр Одессы, чтобы вы поняли. Меня поражает равнодушие в окружающих, когда вот мы видим, что идет ребенок один по дороге. Почему вы не спросите, куда он идет, для чего он идет? Вот это равнодушие порождает вот такие ситуации. Лена, вот кто виновен в том, что Оля потерялась? Как вы считаете, виновен муж, виновна мать? Виновна равнодушие окружающих людей. Мы не внимательны к детям. Мы все родители, и мы должны быть внимательны к чужим детям, потому что они тоже наши. Сергей Сокольчук, бывший оперативный сотрудник. В действительности люди пропадают по абсолютно разным случаям. Если говорить об этом, то здесь, как украинское гарное слово, нетбальство, батьки, на мой взгляд. В действительности нельзя, тем более, зная социальную ситуацию сейчас, невозможно оставлять ребенка без присмотра, где бы то ни было. Тем более, от четырехлетнего возраста. У меня самого дочка возраста четырех лет, я прекрасно осознаю, что она не сможет принять адекватное решение, если ее кто-то уговорит куда-то уйти. А почему так долго не находили ребенка? Ну, на мой взгляд, много факторов. В действительности есть случаи небрежного отношения к службе сотрудников. Почему это происходит? Я не оправдываю, но хочу объяснить, в действительности нагрузка на них колоссальная. Они порой не имеют возможности правильно, адекватно проводить мероприятия по розыску человека. Наверное, наиболее эффективно все-таки сейчас действуют частные организации, волонтерские организации, которые помогают оперативным органам заниматься розыском детей. Хорошо, объясните мне, пожалуйста, если я принесла две фотографии в управление линейное на Чапаева, а в розыскном деле написано «нет фотографии». В данном случае имела место в том числе халатность. Ну и в принципе, я хочу обратить внимание на другой вопрос. Вот мы говорим о равнодушности людей, непроявлении внимания к детям. Скажите, пожалуйста, много вы в голове держите фотографий, фотороботов людей, которые пропали, которые висят на бигбордах, вы видите на остановках. Вы через минуту забываете об этом, потому что розыском должны заниматься люди, которые специально этим занимаются. Либо они по роду службы этим занимаются, либо по призванию, как там волонтерские общественные организации. Уже 4 года Майя Кушнир из Винницкой области ждет возвращения своей дочери Вали Кушнир. Сегодня одна приехала в нашу студию, чтобы рассказать историю исчезновения своего ребенка. Добрый вечер вам в студии. Я шукаю 4 года свою дитину. Дуже надеемся на вашу подержку, что вы нам поможете найти нашу Валюшу. Майя, мы тоже надеемся, что сейчас наши зрители услышат историю исчезновения вашей дочери. Возможно, кто-то сможет опознать ее по фотографии и обязательно нам позвонит в редакцию. Это ваша дочь, да, Валя? Когда она пропала? Она пропала 20 липня 2010-го року. Ей было 10 лет. Мама послала ее в магазин, она 100 метров до магазина, и она больше не повернула домой. Я дала еще свою кофту, и витер таки начался, там, ну, что-то так трошки подощило, и буквально до магазина 100 метров. И я еще подивилась ее вслед, говорю, Валь, ну, может, не пойдешь, говорю. Она, мама, я бегом. И по всему она пошла, и больше не повернула. Кто видел ее последним? Я. Вы? А в магазине ее видели? Ну, мы там говорили, что, видели ее, что она приходила. А раньше она куда-то уходила, ваша дочь? Да, я делала на поле, она в магазин ходила по селе, ну, ходила. То есть она была самостоятельной девочкой, да? Ну, как самостоятельной? Она всегда была около меня. Она от меня далеко, никуда, как-то, кассе не выходила. Ну, там, мы были на поле, женщины, там, Валь, бежи, там, принесли водички, там, через дорогу, там. А каких-то людей видели, странных, незнакомых? У нас были до этой поры, там, цыганы. Петя Черный, прости, вопрос к тебе. Вот с детства такая есть страшилка, да? Веди себя хорошо, а то придут цыгане, тебя украдут, заберут. Вот хорошо ответил мой папа, когда-то в свое время, когда я был учеником Лысенко, он, это, муз-интернат, где я учился. И он приехал ко мне на каникулы, мы пошли в цирк. И стоим возле цирка, я был во втором классе. И одна женщина успокаивает маленького плачивающего ребенка, говорит, вот если ты будешь капризничать, вот этот лохматый цыган, он тебя заберет с собой. И мальчик еще больше начал плакать. Естественно, отец, да, ну, как бы не знал, как себя вести, он подходит к маленькому мальчику, говорит, сыночка, мой сладкий, мы тебя с собой не заберем. Но если тебя будут пугать цыганами, мы заберем твою маму. Поэтому, знаете, это просто из-за того, что когда табор, очень много, поверьте, отдают даже детей неблагополучные родители. Но смотрите, прошло 4 года, 7-8 лет, это почти уже 13, там, да, 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 сколько лет? 14 срока. Почему, если она здравомыслящий человек, она видит, что это не папа, не мама, это даже кожа другая, да, тетя, темная, почему она не скажет, отведите меня домой? Неужели вы думаете, что там могут насильно ее держать? Я в это не думаю. Вот ты поверьте, если кто-то из милиции бы пришел, да, из милиции хоть бы один человек бы пришел, они бы уже упали и сказали, вот эта девочка, все нормально. Майя, давайте послушаем следователя управления МВД Винницкой области Игоря Коваля о результатах поиски Вали Кушнир. Внимание. На данный час відпрацьовываются 2 версии, 2 основных. Первая версия, это что было совершено умисное убивство Валентина Кушнир. За период расследования данного проведения было отработано великую количество людей, которые, прежде всего, были ранее осуждены для совершения взвалтования и совершения умисных убивств. А вторая версия, это что Валентина Кушнир было выкрадено. У нас находили три раза поведомление. Первое, что ее видели, это в Тульчинском районе, на Залезничном вокзале, данных человек, которые видели ее в окружении, особых цыганской национальности. Майя, вы сейчас удивились. Вы не знали, что следствие отрабатывало версию убийства вашей дочери? Нет. По каждой доте, которая исчезает, если протягом времени эту дотину не нашли, порушивается криминальная справа за статей убийства. И когда расшукается дотина, первое, что это убийство, то есть все версии, тут только две, но на самом деле версия 5-6 должна быть по расшуку этой дотины. Майя, вот только что сотрудник милиции сказал, что вашу дочь видели в каких-то других населенных пунктах. Вы пытались туда поехать? Да, мы пытались, мы были, ну, как говорится, и в Лапнярце были, и в Киеве. Хорошо, вы приезжали. Вы общались с этими людьми, которые видели вашу дочь? Нет. Каждый раз, когда говорили, что там видели, и каждый раз по-разному. И мы в это не верили, потому что это были сплетни. То есть, там видели ее цыганку, там видели ее, как она просила денег, там в Одессе видели. То есть, а чтобы реально кто-то пришел, там сказал, что действительно, вот вашу дитину я видела, там, с той и с той человеком, и такого не было. Мы говорим о специфичной категории о детях, это не взрослые люди. И пускай, да, это два разных случая, в одном случае 4-летний ребенок, в другом случае ребенок старший, но все равно это дети, и они имеют свои особенности психологического развития, мышления и реакции. Ребенок может, даже 10-летнего ребенка, довольно просто запугать. И рассказав ему абсолютно как бы абстрактные, но страшные истории, его можно держать в таком психологически заблокированном состоянии довольно длительное время. Майя, возможно, сейчас нашу программу, наш эфир смотрят люди, которые видели где-то вновь вашу дочь. Мы еще раз к ним обращаемся, сообщите, пожалуйста, все, что вы знаете о Вале в нашу редакцию. Возможно, может быть, ваша дочь сейчас смотрит нашу программу, может быть, может быть, она не узнает вас, но она может узнать свою комнату, в которой она жила. Я знаю, что вы сохранили все, как было в этой комнате. Давайте сейчас посмотрим. Внимание на экран. Это Валяна кімната, она тут проживала. Тут она жила. Мы ее любим, чекаем. Это ее малюнки, как она училась в школе, малювала. Это фотография. Тут она спала. Мы надеемся и ждем, что она скоро повернется, что побачит нас по телебачению и повернется домой. Надеемся, верим, что она придет домой. Мы ее ждем. И брати, и сестры ждем ее все домой. Поиском Вале Кушнир занимаются не только правоохранительные органы. История исчезновения девочки не оставила безразличными и многих волонтеров. У нас в студии Ярослав Пашкевич, координатор поиска пропавших детей по Винницкой области. Встречаем, Ярослава. Я бы хотел сказать, что вот в первые минуты или даже часы поисков правильная информация от родителей предоставленная, это практически 80% именно то, что ребенок будет найден в течение двух-трех часов. Если информация неправдивая, это затягивается на более, на день, на два, на три. Хорошо. А какой именно информации вы сейчас говорите? Во-первых, что в семье происходило? Были ли ссоры? Как ребенок себя вел? Брала ли она какие-то деньги с собой? Ну, отношения с подружками, с друзьями. Может, она хотела на море уехать, ее, например, не пускали. Семья Вали Кушнир ответила вам на все вопросы? С семьей Вали Кушнир мы не работали именно в первые дни. Мы там отлично отработали КМСНчики наши, отлично отработали внутренние войска, которые искали там. Кинологи работали. Вот я общался и с теми, и с теми, и с теми. А КМСНчики это кто? Криминальная милиция по справам неповнолетних. Вы на какой день приступили к расследованию? Ну, честно, через полтора-два месяца я как бы просто-напросто проверял информацию, которую случайно услышал одному из жителей этого села. Конечно, он был в нетрезвом состоянии. Он сказал, что какие, говорит, там цыгане, там цыган не было, там, возможно, убийство. Вот в чем дело. Через пару дней я с ребятами в выходной день туда поехал. Ну, пообщались с местными, так как мы не работники милиции, мы не в форме, то нам как бы больше рассказывают. Например, по одной из версий, возле дома был обнаружен тапочек. Вторая вот версия, ну, с цыганами, что массовые набеги цыган, все воруют. Практически вот из 30, ну, где-то 25-30 человек, которые вот ребята спросили, не один, почему-то не сказал, что там именно были цыгане. Да, говорит, была одна цыганка. Там кому-то погадала, там у кого-то. На машина через лес ехала, никто, мы заявили 50-го вечера, милиция приехала, греша ночи. Вони виспалися до ранку. А потом таки вы себе позволили приезжать? От перекопали, керниці спускали, перекопали все ставки, зібрали все в погреб. У нас село, ну, там, хайстой хат. Если вы бачите меня, котеня сдохнет, оно воняет на все село. Майя, в том-то и вопрос, что маленькая деревня, все все знают друг по другу. А в ситуации с вашей Валей, которая пошла в магазин, все молчат и никто ничего не знает. Поэтому милиция вынуждена сама расследовать разные версии и, извините, заглянуть в каждый погреб, в каждый колодец, в каждый вставок или озеро. Юля, понимаете, вот если вы хотите найти действительно свою сестру, вашу дочь, очень важно все озвучить. Потому что то, что вам кажется неважным, какой-то конфликт, о котором вы молчите, кто-то кого-то избивал, были, может, что-то отмечали, что-то пили, или, может, родители, не знаю, где-то подняли руку на вашу сестру. Игрушки дарил, еще что-то есть. Есть одна маленькая информация, помогает потом развить этот клубочек. Если вы будете скрывать много, то очень тяжело в милиции сказать. Где ваш человек, вот скажите, пожалуйста. Мой человек? Так. Меня живет с другой семьей, и вообще он еще до пропаскивал, и он вообще не живет. Ваши співмешканцы, у вас были співмешканцы? А? Співмешканцы были. Скільки? Три. А что, а при чем-то до дитини? Что, он бил дитину, что? Вы понимаете, о чем мы говорим? Капец, если у меня было три человека, то что каждый человек бил дитину, что? Юля, Лариса, пожалуйста. Право в том, что сколько историй есть, такие, которые вы не прочитаете ни в газете, ни в фильме, не увидите. То, что копали на улице, там дверь перекопали, значит, нужно было. Мабуть, была какая-то информация. То, что переверяются близкие родички, это обовязково. Я бы, я не знаю, я не расследовала эту справу, я бы обовязково... И что вы там нашли? И что вы там нашли? Убили мы и продали пропели. Что вы там нашли? Мама, вы не кричите, вы послухайте думку разумно. Девять лет Татьяна верила, что и дать жива. Мы тоже верим. Вы верите? Да. Верьте, пожалуйста. Верьте. Мы вас в этом как раз очень поддерживаем. Ярослав, я хочу вас спросить. У вас есть какая-либо версия исчезновения Вали и того, где она может находиться? Мы с ребятами отработали вот эти вот все версии. Ни одна из них не подтвердилась, не опроверглась. Они как бы в воздухе висят. Вот кажется, что раз работали кинологи, значит, уже если бы что-то случилось самое страшное с ребенком, то собаки бы нашли. То есть то, что девочка жива, это самое главное. А теперь нужно... Мы, мы четверо детей, я свой детей никогда в жизни, хай вона не бита, у меня 22 года малому, 21 другому, они не были биты никогда в жизни. И никто на них не сварился. Я сапаю город за 150 рублей. Я никогда в жизни никому... Валюша, ты обратитесь к вашей дочери, может, она вас услышит, что вы ее ждете, что вы ее простите, чтобы она не боялась возвращаться. Че? Валя, 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 я тебе... Я, Валюша, сонечко, рыбочка, я тебя люблю. Я тебя чекаю. Я хочу, чтобы я поверла додому, потому что мы ни в чем перед тобой не минувачи. Ни Костя, ни Валера, ни Юля. Валя, я хочу, чтобы ты нас помнишь, пожалуйста, я бы дожди на пену просил. Приди за домом, будь ласка. Сонечко, я тебя люблю. Сын следующей нашей героини только за последних полгода терялся пять раз. Ну, а сколько раз его искали за 11 лет? Мама Наталья Гробовская не может даже сочетать. У меня это не один ребенок, я ребенок особенный. Он отличается от других моих детей, потому что у него есть инвалидность. Ребенку 10 лет, его зовут Женя, и он вообще не разговаривает. До этого у меня была ситуация очень похожая. Вообще не хотела про нее говорить, мне очень тяжело даже вспоминать. Женя был тоже в селе, 60 километров от Киева. Я приехала домой, скажу, Женя спит, он днем никогда не спит. И мама скрыла от меня, его тоже выкрали, его насиловали. Как это произошло? Ну, это было рано утром. Пока моя мама закрывает хату, Женя идет на остановку, приходит, как корова языком слезала, нету ребенка, людей нету, продавщицы. Она забегает в магазин, Женю видели, не видели. Только что машина отъехала туда, то есть там трасса и лес. Прошел час, моя мама за этот час, почти 60, тогда было ей там 7 лет, она вот так, Жени нету, просто как будто и не было. Я вот так вот колотила, она забегает в старый домик, веранду, она падает на колени и кричит. Господи, что мне делать? Поворачивает голос, заходит Женя, и он мимика за 2 минуты объяснил себе ситуацию. Он показал так, что вот кто-то его вот так вот делал, то есть показывают вот на это и вот на это. Понимаю, что в милицию идти нет смысла, что никто не... Ну, кажется, я уже настрадала. Почему нет смысла? Я звонила мужу, говорила, давай пойдем объясним, это село. Я знала, что я просто уже сталкивалась, никто искать не будет. Может быть, поэтому ваш мальчик и молчит, потому что он не может... Он молчит с детства, не из-за того, что он молчит. Это было 2 года назад, это было 2 года назад. Как он вернулся в село, слава богу, его никто не убил, не закопал. И этот человек, очевидно, высматривал моего ребенка, он выждал этот момент, он знал, что он ничего, он воспользовался. Вы зря абсолютно не заявили в милицию, вы просто подумаете о том, что этот человек... Я ходила в нашу Соломинскую, говорю, можно ли зайти туда и... Вы подумаете о том, что этот человек продолжает действовать. Он же будет других детей. И второе, я хочу обратиться ко всем героиням. Я прекрасно понимаю, насколько в тресовой ситуации вы находитесь. Любые попытки с вами на эту тему общаться, а тем более в том стиле, в котором общаются правоохранительные органы, это их работа. Они не обязаны быть участливыми, вежливыми, добрыми, поплакать в тельняшку. Да, у них стиль общения жесткий, довольно агрессивный, и он воспринимается очень тяжело. Но вы поймите, что он направлен не на то, чтобы вам навредить, сделать плохое. Люди своими методами стараются собрать информацию и помочь. Поэтому, да, тяжело, но придется потерпеть, взять себя в руки и не срываться, а идти на контакт и общаться. АПЛОДИСМЕНТЫ И очень важно еще, Майя, верить. Действительно верить. Мы верим, надеемся, мы надеемся, чтобы нам даст нам. Так как верила долгие 9 лет Татьяна, что ее дочь жива. Девочка, которую нашли спустя 9 лет, сегодня у нас в студии. Сразу после рекламы. АПЛОДИСМЕНТЫ Оля Минжерес сегодня в нашей студии. Встречаем ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Прежде чем ответить на все ваши вопросы, я хочу сказать, что я очень рада, что я нашла своих родителей, они нашли меня. Я очень их люблю. И спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочка, Питя моя. Моя зайка. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, все, все. Успокойся. Оля, расскажи о себе. Где ты была все это время? Все это время я жила с женщиной, которая меня украла. То есть это была женщина пожилого возраста. Мы жили с ней в Одессе. Недалеко был участок милиции. То есть мы жили с ней в подвале. Это та женщина, которая была на том вокзале, которая меня украла. Которая тебя увела. Как она тебя забрала? Что она тебе сказала? Я этого не помню. То есть я не... Я помню себя, может, где-то с возраста пяти лет, пяти с половиной. То, что было до этого, то есть до этой бабки, я не помню. Но все эти годы ты жила и думала, что эта женщина, это твоя родная бабушка. Правильно? Да, я верила в то, что она мне говорила. То есть, что мой отец работает где-то за границей, а мать погибла в автокатастрофе. Ты спрашивала, почему вы живете в подвале? Все люди живут в квартирах, а вы в подвале. Я не задавала эти вопросы, потому что я не видела другой жизни. Опиши, что это за место было? Что за подвал? Какие условия там? Это в многоэтажном доме. Есть подвалы там, где находятся щиток, там, где электричество, как бы, да. И много кладовок, людей кладовок. У меня там была своя кладовочка, плюс, ну, там вот она хранила все вещи, сносила туда, откуда, вообще неизвестно. То есть, там были горы вещей, которыми она не пользовалась, мог быть мусор. Спали мы на ящиках, то есть, разлаживались ящики, картон, все. А как тебе относилась эта женщина? Ну, как, она была по-своему строга, да. Она меня могла побить, только из-за того, что я где-то ее ослушалась. Я помню, она была, один раз познакомилась с мужчиной, ему было 92 года, то что ли, она сама старая. И мы некоторое время жили у него, у него именно. Там его дочь была, конечно, против, она всячески боролась с этой бабкой, но ничего не получилось. И вот один раз я ушла без ее просу, погулять. Когда я вернулась, меня жестоко на тот момент побили ремнем, еще СССРовский, с пряжкой такой. У меня вся спина была синяя, то есть, для нее это было нормально. То есть, она была в неких случаях жестокая. А где сейчас она? Сейчас она живет там, где и жила. И ничего с ней не произошло, никаких претензий к ней? То есть, ее не задержали? Ее не задержали. И видели эту бабушку, она живет в том же доме. Наши журналисты попытались найти женщину, которая выкрала 4-летнюю Олю. Вот что получилось. Давайте посмотрим. Как нам удалось выяснить бабушка Валя, которая выкрала 4-летнюю Олю по паспорту? Фриза Ушаченко ночует именно в этом подвале. Но, как говорят в жильсе этого дома, ее здесь давно никто не видел. Мы обыскали все парки Одессы и рынок привоз, где она может быть. Ее нигде нет. Будьте внимательны. Если вы увидите эту женщину с маленьким ребенком, сообщите в милицию. Кто непосредственно вас нашел? Это милиция нашла или это... Нашла милиция. То есть, было так, я сбежала от этой бабушки. Поскольку я попрошайничала, у меня были знакомые цыганки. Вы с ней ходили, просили милостыню. Она сидела в церкви, а я на улице просила милостыню. У меня так появилась знакомая цыганка, девочка. То есть, где-то она была моего возраста. Когда я сбежала от этой бабушки, я встретила ее. И она мне предложила пожить у них. Там я пробыла где-то неделю. У цыган пожить? Да. Пришлось выходить тоже на заработок. Заработок это тоже попрошайничество. То же самое. Только по дорогам они. И вот, когда мы первый день, я с ними вышла, задержала... Ну, меня как бы остановила милиция и забрала. Забрали в тот же Малиновский район, в тот же участок в этом дворе. Да, но, слава Богу, направили уже в приют. Но вы рассказали в милиции о бабушке? Нет, я была испугана. Меня всегда пугали милицией почему-то. И то есть, я ничего такого не рассказывала. Но в итоге... Бабушка узнала, да? Да, она узнала, что я нахожусь в приюте. И мне делали с ней очную ставку. Меня спрашивали, ты хочешь жить с бабушкой, либо в приюте? Что ты ответила? Я сказала, в приюте. Меня вернули в приют. Тут очень много вопросов. И нет ответов. Например, за выкрадение детей. Это статья Криминального кодекса. По избавлению воли. Сказали, она не подсудна. Возраст. Скорее, что она по возрасту. По возрасту она уже не подсудна. И что не доказано, что именно она ее украла. Что это кто за украл? Хотя люди в этом доме узнали меня. Оля, это правда, что вот эта старуха, после того, как тебя уже нашли, ты вернулась домой, она пыталась... Она приезжала во все детские дома, где я была. Потом, когда я уже вернулась домой, я училась в школе. Это был, по-моему, седьмой класс. Меня за день до того, как я ее увидела лично, позвала меня моя классная руководительница и сказала, что по селу ходит бабушка, то есть старенькая, в очках, с палочкой. То есть как я ее и описывала. Ну, на следующий день, когда я шла в магазин, я увидела этот... Ну, я ее увидела, она шла мне навстречу просто. Она обманула всех, сказала, что она матушка из какого-то там монастыря. Вот так вот, да. Но ты с ней встретилась или ты... Уникальная женщина. Свернула. Она передавала через кого-то, мне там передала кулончик какой-то в виде скрипичного ключа. Так как я музыкой занималась. Ты взяла этот кулончик? Мне его передали, мы пришли взять, да. Потом я еще видела ее пару раз. Потом я уехала в Киев. И она откуда-то взяла мой номер телефона. Я, будучи в Киеве, взяла трубку. То есть она говорит, все, давай, я тебя жду, ты сейчас выходишь, и мы с тобой уезжаем. Я тебя забираю. То есть вот так. Говорю, хорошо. Не бабушка, а спецеджин такой-то. Звоню на этот, в этот же момент маме. Говорю, так и так. Мол, позвонила, сказала, что... То есть мама выходила туда. Дальше она расскажет. Она сидит в белом Мерседесе. Проехал так белый Мерседес. Бабушка, это белый Мерседес? Я подхожу к этому Мерседесу. Масеозе какой-то. Послушайте, я подхожу к этому Мерседесу со стороны водителя. Смотри, там сидит что-то такое согнутое в очках. Я говорю, кого вы ждете? Он говорит, мы ждем какого-то или батюшку. Батюшку ждем, да. Я вот так обходить машину, я говорю, я тебе сейчас дам батюшку. Машина только с места и все. А когда она приезжала, она приезжала тогда, когда я была на работе в Киеве. То есть знала? Да, вот неизвестно, как она вообще узнала, где я нахожусь, то есть где я живу. Кто сказал ей адрес? Ведь нигде, нигде, на тот момент ни одной телепрограммы, либо газеты не было с нами. Про нас нигде не было написано. Сергей, как это возможно, Петр? Мне трудно предполагать. Откуда посторонний человек может знать о перемещении Оли? Каким образом? Единственное, у нас на ум приходит, что действительно эта бабушка, может быть, там, входит в так называемые конгломераты попрошаек, которые пользуются каким-то там контролем, покровительством. Эту ситуацию, чтобы ее нормально финализировать, вам необходимо, на мой взгляд, повторно написать заявление в милицию. Изложив все от начала до конца, от момента пропажи дочери до момента начала и с указанием женщины, у которой она пребывала и какие действия она в дальнейшем предпринимала. И потребовать, чтобы этот факт был расследован надлежащим образом и человек был привлечен к ответственности. АПЛОДИСМЕНТЫ Никого возле нее нет. Оля, ты школу закончила? Да. Я уже лицей закончила, профессиональный. АПЛОДИСМЕНТЫ Кем хочешь стать? О чем мечтаешь? Ну, я получила профессию администратора, оператора, компьютерного набора, секретаря, руководителя. Да. Работы нет. Да. Пока я в поисках работы, конечно. Профессия серьезная. Но все-таки мечта петь, вот как бы она есть. Желаем тебе воплотить все свои мечты в жизнь и обзавестись своей огромной большой семьей. И самое главное, чтобы все всегда были рядом, никто не терялся никогда. Спасибо. Хотелось бы дать пораду батькам. Какая бы не была ситуация в жизни дитины, треба таки будувати отношения с детьми, чтобы те или иначе сложные ситуации могли бы дать обратиться не до дядька какого-то, еще до титки чужой из улицы, а прийти тут, еще до батька, еще до матери, с любой ситуацией. И батьки завжди зрозумеют. Тому, если возникает ваша дитина, обовязково, в первую очередь, треба мать фотографию, остальную фотографию, потому что очень часто батьки приходят с фотографией 5-ти речной давнины, и негайно поведомляют до милиции. Не через 20 дней, не через неделю, что такое бывает. Также очень впечатляет, что батьки иногда вообще не знают, с кем товарищует дитина, где она может находиться, чем она цікавится. И даже это из благополучных, с виглядом семей, где батьки достаточно порядные, интеллигентные люди, но иногда они любят больше свою собаку, или больше свою профессию, или деньги. Поэтому обязательно, батьки все, иметь контакт друзей, детей, где может находиться дитина, а также интернет. Отслежьте, это моя такая порада, это не есть права дитина, отслежьте, с кем спілкуются ваши дети, потому что они достаточно часто не видят, кто по тот боку экрана. Я, надеюсь, никогда не буду в такой ситуации. Я врагу не пожелаю потери ребенка, врагу. Это, наверное, самое большое горе, которое может быть для родителей. Но мне кажется, что если появляется ребенок в семье, а это, наверное, дитя любви, раз оно появилось, значит, родитель должен разбиться в стельку и сделать все возможное, чтобы ребенок доверял, чтобы ребенок хотел жить в этой семье, понимаете? А мы, родители, должны ему обеспечить безопасность, должны его охранять, должны быть к нему внимательными. Это наша обязанность. Спасти жизнь ребенка. Для чего ты его родил? Для того, чтобы его беречь. Не знаю. И любить. Существует еще, наверное, человеческий фактор, когда люди думают, что с нами такого не произойдет, видя где-то со стороны. Просто каждый взрослый должен знать, что это может произойти в любую минуту. И об этом надо говорить. И об этом нужно говорить очень довольно часто. Потому что детям маленьким, которые там, допустим, до пяти лет до школьного возраста, им нужно это внушать как-то в игровой форме. Детям, подросткам, с ними надо говорить уже иначе, вот как-то на доверительной основе. И я хотела бы добавить еще, у нас есть поиск детей, вот такой вот паспорт. Можно показать, что это за паспорт? Это паспорт, это именно для внутреннего использования в семье, которые родители... То есть в семье? В семье. Его не нужно никому показывать. Это их личное... Туда они... А, здесь фотография, да. Да, фотография ребенка. Время, когда была сделана фотография. Все рекомендации, что нужно. Имя, адрес, год рождения, размер одежды, все приметы, группа крови. Чтобы для ориентировки уже были все данные. Вот. То есть вы рекомендуете родителям завести такие паспорты? Да, я рекомендую положить у себя. Не надо ему никого показывать. Это должно быть внутренне, дома в шкафчике лежать, чтобы в случае вот такого, не дай бог, пропажи ребенка... Сразу вот с этим паспортом пойти. Да, взрослый человек не начал вспоминать, где и какие друзья. Там есть, какие есть друзья. То есть его единственное, что лучше раз в год, и раз в два года менять. Сейчас на экране вы видите фото детей, которых разыскивают родственники. Я обращаюсь ко всем телезрителям. Если вы видели этих детей, пожалуйста, обратитесь в нашу редакцию. Мы не должны быть равнодушными. Это важно. Это касается каждого.